Захватывающее представление случилось при розыгрыше в партии по настольному теннису. Двое юных, но бесспорно талантливых спортсмена устроили настоящую пинг-понг-баталию, выжимая из каждого удара по максимуму. Что примечательно, все, кто был в этом зале, оставили свои дела и наблюдали до последнего за этим розыгрышем. Хитрый женский футбол Представительницы английского клуба Нотс Каунти потрясающим исполнением штрафного открыли счет в матче против Арсенала, создав искусственную неразбериху в выборе исполнительницы удара, тем самым введя в заблуждение стенку и защиту команды соперниц. Баскетболист клуба Химки Джордан Мики в матче против черногорского клуба Будучность умудрился забросить мяч в корзину своей головой. Выступающий за подмосковную команду защитник Стефан Маркович получил мяч, но решил не пытаться самостоятельно забросить его в корзину и отдал пас Мики, который в тот момент отвлекся. Мяч попал ему в голову и неожиданно залетел в кольцо. Мужеству и упорству этого мужчины можно только позавидовать. Алишандре Толедо в молодости был профессиональным футболистом и выступал в качестве вратаря со своей командой в серии Б чемпионата Бразилии. Однако судьба сыграла с ним злую шутку в 1996 году. Он попал в страшную аварию на своем мотоцикле и лишился ноги. Несмотря на неутешительные прогнозы и крест на профессиональном спорте, Алишандре продолжил играть в футбол в любительских командах. Наверное, в данном ролике представлен один из самых курьезных буллитов, который когда-либо был реализован. После удара шайба резко отрикошетила от вратаря в сторону, однако благодаря приобретенному вращению она незаметно для галкипера закатилась в ворота. Центровой командой Оклахома Сити Тандер Стивен Адамс настолько непринужденно забросил мяч в сетку с центра поля за три секунды до сирены, что может создаться ощущение, будто он это так и задумывал. Это видео мы подготовили на случай, если вас не впечатлило предыдущее. Американский видеоблогер и любитель баскетбола Тайлер Тони установил новый мировой рекорд, забросив мяч в кольцо с крыжи 162-метрового небоскреба. Спортсмен совершил бросок с вышки Чейс Тауэр в Оклахоме. Полеты на параплане не должны быть помехой для скейтбординга, сказал себе этот парень и таким оригинальным способом совместил, казалось, несовместимые вещи. На испанском чемпионате по легкой атлетике бегунья Паула Севилья смогла не только занять первое место в финальном забеге на 200 метров, но и обновить рекорд Испании на этой дистанции, опередив предыдущий результат на 0,08 секунд. Прежде чем двигаться дальше, у меня есть небольшой челлендж для вас, который займет всего лишь 5 секунд. Вам надо поставить лайк на это видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Если вы это сделаете, то последующие 10 лет вас будет сопровождать поразительная удача. Попробуйте, это действительно работает. Молодой, но талантливый сноубордист Маркус Кливленд становится настоящей сенсацией мероприятия Вэнди Сноуборд Накл. Только посмотрите, какой трюк удалось проделать парню. Что вы знаете о везении? Метание топоров — это спорт, в котором всегда нужно держать ухо востро. Кто сказал, что октагон — не место для любви? Известный шведский боец смешанного стиля Александр Густавсон сделал предложение своей подруге прямо на ринге после боя в рамках UFC. Девушка была польщена и тронута такому событию и, естественно, ответила на это согласием. Спортсмен прямо перед этим одержал победу нокаутом над бразильцем Гловером Тейшеирой. В рамках мирового тура по настольному теннису интересный розыгрыш состоялся между Фань Джейндуном и Симоном Гаузи. Француз попал мячом в трос сетки, тот ударился на стороне китайца и почти долетел до пола. Но Джейндун изловчился, достал мяч и прокинул его на половину соперника. Правда, снаряд формально не перелетел через сетку, но судья все-таки засчитал очко в пользу спортсмена из Поднебесной. И, как оказалось, справедливо. Андрей Рогетли – лыжник-фристайлист из Швейцарии. К 22 годам он выиграл 8 Кубков Мира и 4 Хрустальных Глобуса, которые вручаются победителям общего зачета Кубка Мира, поэтому проделывание подобного – сущий пустяк для профессионала. Молодой человек, принявший участие в забеге, проходившем в одном из колледжей Ирландии, вполне мог рассчитывать на победу, если бы на его пути не встала эластичная резинка. Энгус Мелдон шел первым в забеге на 800 метров. Пока бегуны бежали по дорожке, в центре поля шли соревнования по прыжкам с шестом. И надо же было такому случиться, что во время очередного прыжка кусок эластичной ленты, обвивающий верхнюю планку конструкции, отлетел в сторону и вцепился в ноги злополучного бегуна. Хотя Энгусу удалось остаться на своих двоих и не упасть, первое место в данном забеге было для него безнадежно утрачено. Забавный случай произошел на матче звезд НХЛ, проходящий в рамках недели звезд хоккея. Защитник трактора Ник Бейлин при выполнении булита сыграл в камень-ножницы-бумага с голкипером Юхой Мицолой, и вратарь после неудачи был вынужден покинуть ворота. Мастер укороченных ударов, француз Бенуа Пер, добавил в свою коллекцию, по-видимому, бриллиантовую подсечку. При просмотре кажется, что он исполнил ее провожающим взглядом, а не ракеткой. Колина Марикаву называют восходящей звездой гольфа и часто сравнивают с легендарным Тайгер Вудсом, чью рекордную стартовую серию из пройденных подряд отборочных раундов он чуть не побил. Однако поднимать победные трофеи без происшествий пока не такая простая задача для профессионального игрока в гольф. На торжественном вручении американский спортсмен резко поднял кубок, с которого слетела крышка. В матче девятого тура чемпионата Колумбии на 85-й минуте встречи голкипер Вилькер Фариньес отразил три удара подряд. Один из-за пределов штрафной площадки и два с близкого расстояния. Правда, перед последним выстрелом боковой арбитр зафиксировало в сайт, но от этого подвиг Фариньеса смотрится не менее круто. Спасибо за просмотр! Если вам понравилось видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайки. С нами интересно! Всем пока!